Привет! Мы находимся на главной набережной Варшавы. Она называется Бульвар Весляне. Очень классное место. Поэтому, если будете в Варшаве, всегда приедьте, всегда посмотрите вообще на эти Бульвары Весляны. Руслан, привет! Как дела? Привет! Отлично! Ты такой веселый вообще! Нормально? Нормально? Все хорошо. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Как давно ты в Польше? Я приехал из Беларуси, из города Бреста. Мы как-то с другом поехали на море, а он ездил на Польшу зарабатывать, работать и неплохо кассы вывозил отсюда. Ну и мне на море говорит, поехали со мной на Польшу. Я говорю, ну а что там делать буду? Я языка не знаю, ничего не знаю. Он говорит, да вот хорошая есть фирма, тебе во всем помогут устроиться. Язык, все там без проблем. Я говорю, ну хорошо. Он в итоге едет на Польшу. Делает приглашение. Выслали мне. Ну и потом приезжаю я. Воспользовался услугами нашей фирмы? Да, конечно. Да, конечно. Я этого человека очень давно-давно-давно знаю. Поэтому ерунду мне не посоветуют. Понятно. То есть отзывы были хорошие? Да, конечно. И я очень доволен. Я приехал без знания языка, без всего, можно сказать, без знаний. Тяжело тебе было вообще первое время без знания языка? Ну, чуть-чуть некомфортно. Но много русскоязычных. Да, конечно. Благодаря этой компании я устроился на хорошую работу. Я ничего не знал. Моя работа заключается, когда был холод, мы грели бетон на стройке. Когда стало тепло, ну мы делаем освещение на стройке, когда только-только все начинается. Я понятия не имел, как это все делается. Но буквально за неделю-две я уже знал о части практически все. То есть ты работаешь на стройке, да? Да, конечно. Сколько часов вы работаете? Ну, вообще 8-10. Какие условия у вас на стройке? Условия хорошие. У нас была всегда теплая шатня, микроволновка, чайник. Обеды вы получаете какие-то посилки? Бесплатные, не бесплатные? Нет. Обеды есть. Дешево приезжают прямо на работу. Ага, то есть можно себе купить, да? Сколько стоит? Это бутерброд, это горячий какой-то посилок. Там огромный кусок мяса. Картошка, макароны, стейки. Да-да-да, суп можно. И очень низкие цены. Руслан, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Что ты можешь посоветовать нашим подписчикам? Планы на будущее – это, конечно же, получить паспорт европейского стандарта. Буду ли я здесь оставаться пожизненно или нет, я не знаю. Просто хочу еще дальше мир повидать. Хочешь попробовать себя, свои силы, свой потенциал использовать, да? Все, что можно. Ну, правильно. Есть такая вероятность того, что я останусь здесь, конечно же. Потому что у меня появляется много друзей, много знакомых. Ну и посмотрим, как там карта ляжет. А по поводу пожелания, я скажу, конечно, нужно ехать сюда, потому что здесь лучше на 100%. По-европейски. По-европейски. Да и дело не только в Европе, а в том, что здесь люди намного вольнее. Именно, я бы сказал, даже душой. Ты просыпаешься, и ты вольный. Это круто. Спасибо тебе огромное за встречу, за такую интересную встречу. Вообще очень позитивный человек, очень нас настроил, зарядил, взбодрил. Спасибо тебе огромное. Ставьте нам как можно больше вопросов, задавайте. Увидимся. Пока.